Борьба за власть. Жители дома номер 68 по улице Энергетиков почти год борются за управление своим домом. Сейчас у них создано товарищество собственников жилья. Выбрано правление, но многие жители им недовольны. Пытаются переизбрать, однако на деле это оказалось не так просто. Почему? Расскажем в нашем сюжете. Жители дома номер 68 по улице Энергетиков уже давно не в ладу с правлением своего ТСН. Черное окошко между ними пробежало несколько лет назад, когда и образовалось товарищество собственников жилья. Претензии в основном к управляющему Геннадию Сумбаеву, который работает по доверенности. Люди уверены, что он управляет их домом с нарушением жилищного законодательства. Жители не знают, как готовится смета, какие работы будут выполнены, а какие нет. И главное, люди не понимают, за что платят, никого не допускают к документу обороту. Всякая хозяйственная деятельность начинается с того, что составляется смета. У нас ни за 17-й, ни за 18-й, ни за 19-й год никакой сметы нет. Протокол с 17-го года по капитальному ремонту всего, о чем мы говорили. Протокол точно так же фальсифицирован, подан в фонд капитального ремонта без участия жителей. Они о нем узнали только с моей подачи, когда я затребовал через жилищную инспекцию найти этот протокол через полгода. Жильцы уверяют, что Сумбаев неоднократно завышал стоимость работ. К примеру, на пластиковые окна в подъездах, когда проводил капитальный ремонт дома. Есть у господина Сумбаева фирма «Стройгарант». И она заключала договор, господин Сумбаев заключал с господином Сумбаевым договор. И это проходило через фонд капитального ремонта. А здесь господин Сумбаев сам у себя принимает работу, сам устанавливает цены. Вот решение суда установил, что эти окна заведомо сделаны с удорожанием. То есть там порядка 200 тысяч. Сам Геннадий Сумбаев о своей работе рассказывает открыто. Уверяет, что никогда копейки лишние в карман не положил. А капитальный ремонт выполнял в рамках закона. На счету было 811 тысяч. Сделали работу на миллион двести. Откуда 400 тысяч любой возьмёт? Это взяли деньги с кармана, выложили, что потом когда-то взять. Это люди специально недопонимают. И разверлили так, со всякими домыслами. Я абсолютно уверен, я делаю по закону. Если бы у них что-то было, поверьте мне, здесь уже бы я не сидел. Если бы были при всех этих многочисленных проверках. Конфликт между управляющим Сумбаевым и жителями неоднократно перерастал в откровенную перепалку. Он говорит на нас. Кучка. Чего кучка? Кто вы такие? Я без вас всё решу. Зачем вы сюда вышли? И так далее. Вот нищеброды. Ну всяк у нас. Материт. Идите чай пейте. Я с вами разговаривать не хочу. Мы ему деньги платим. Не он ведь нам. А мы ему деньги платим. Он у нас наёмный. И почему он нас так с нами ведёт? Хотели мы поговорить и с председателем правления Валентиной Ивановой. Ведь именно она по доверенности передала бразды правления Геннадию Сумбаеву. Валентин Сумбаев, добрый день. Добрый вечер. Валентин Сумбаев, можно вас на пару слов? Вот. Вот, пожалуйста, вот реакция нашего председателя на наши действия. Общаться мы не хотим, разговаривать мы не хотим, документы мы предоставлять не хотим. Вопрос. Терпеть это перестали жители в октябре прошлого года, когда провели своё собрание. Выбрали новое правление и зарегистрировали его в налоговой. Однако с этим мириться уже не захотел Сумбаев. Управляющий Сумбаев и председатель правления Иванова просто сфальсифицировали протокол собрания и зарегистрировали в налоговой инспекции. Мы подавали исковое заявление в суд и 6 июня 2019 года апелляционный суд вынес решение о недействительности собрания и незаконности избрания председателя правления Ивановой. И на сегодняшний день опять вот был сфальсифицирован очередной протокол и вновь председателем правления зарегистрировали налоговой инспекции Иванова Валентина Фёдоровна. Но сам Геннадий Сумбаев уверяет, что именно новое правление было выбрано незаконно. Есть общее собрание, а есть собрание членов ТСН. Члены ТСН и их компетенции – это выбор, скажем, органов правления. Правления, которые из своего круга избирают председатель правления. То есть это не просто общее собрание. Когда они провели собрание, я вывесил в Назовское обеление, что это собрание незаконно, так как должны быть члены правления. Члены правления должны быть члены ТСН. Вот бумажка заявления. Я могу говорить, что на основании чего принимать член ТСН? Вот те люди, которые избирались, из них всего один только член ТСН. Они сейчас пробуют всеми подтасовками теперь вступать в ЧНЦР. Нет, вы, во-первых, нелегитимны и вы не можете их принимать. Они это все прекрасно знают. Я сейчас вам больше скажу. Я как раз, как никогда, вот в камеру, уверен, что я на правильном пути. Совсем скоро жители дома и их управляющий снова встретятся в суде. Сумбаев намерен оспорить процедуру выбора как раз-таки нового правления. Он уверен, что с работой лучше, чем он, никто не справится. А потому отходить от дел не желает. Но идти до конца собирается и противоположная сторона. Своими силами у нас не получается переизбрать правление, которое мы не выбираем. И управляющего, сместить управляющего, который всеми правдами и неправдами держится за это место. И, по-моему, желания уйти отсюда в него нет. К сожалению, современное жилищное законодательство устроено таким образом, что подобные споры возникают часто. Люди хотят экономить на затратах, но становятся заложниками системы. И вместо того, чтобы договориться, как лучше управлять своей собственностью, устраивают внутридомовые войны, которые точно на пользу никому не идут. Максим Кабаненко, Александр Филиппов, Обком ТВ